Первое послание апостола Петра, 3 глава 15 стих. Этот стих желательно наизуин вносит, потому что мы каждый день встречаемся с исполнением его. И многие бунтуют против этого стиха. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благозолением. Всякому. И не просто спрашивать, а требовать, а требовать, ну скажи, как ты веришь в ответ, ну ты за собой смотри. А какое тебе дело до меня? Это явно, что человек никогда не знаком был с Рыбаком Петром, с Великим Апостолом. А оказывается, ключ к этому есть. Почему человек так отвечает, дерзко? А в середине написано, светите Господа Бога в сердцах ваших. Нельзя разрывать. Если Господа Бога светишь, одна радость, ну кто бы меня спросил, как я верую. На каждой шагу спрашиваю, мне так интересно рассказать. Мы затеваем разговор, буквально сцепляемся за любой звонок, а тут сам человек спрашивает и не отвечает. Ведь это же просвещение от Господа. Как похвалиться, что Он тебя нашел? Он дал веру в себя, что мы верим, что не делами оправдывается человек, не жертвами животных, а Сыном Единородным, Который умер за нас, Иисусом Христом. В чем упование? Упование – это надежда, но упование – это возвышенный смысл слова, полное возложение надежды. Я не толкую ничего, просто хочу показать, что это слово означает, когда до него будете доходить, чтобы вы знали. А я вот уповаю на это, упование. У нас требует упование, а мы даже слова упование не знаем. И на что можно уповать? Я уповаю, что у меня будет пенсия хорошая. Тут никак не скажешь. А я уповаю, старость моя будет обихожена, у меня дети хорошие. Тоже не скажешь. Это все обманчиво. Упование – это полное возложение всего, что у тебя есть. Притом не постыдное. Слово «уповать» встречается в Библии 155 раз. Вот чтобы узнать библейское значение слова, надо 155 мест с неканоническими книгами прочитать. И уже не надо никаких словарей. Все будет понятно. Третья книга Езры. Говорит так. «Он послал меня сказать, Господь, уповай и не бойся, когда нам трудно». А ответ один. К нам послан ангел, и он нам говорит, но мы не слышим этого, уповай и не бойся, возложи на Господа надежду. Сегодня, знаете, как люди боятся, что до Урала Китая из земля отойдет, что жизни никакой не будет. Оттуда идет мусульманский Восток. И все рассуждения абсолютно правильные. Все военные выкладки правильные. Я только на днях прочитал специальная книга такая, русский патриот пишет, генерал Павел. Руковник, это большой чин, депутат Думы, и он дает выкладку в процентном отношении, воинские силы, экономическое развитие. Все показывает на то, что мы уже живем как бы на чужой территории. В Китае в школах преподают, что до Урала это бывшая китайская территория. Китай никому никогда ничего не прощает. Только своего часа ждут. И что хорошее отношение, это ничего не значит. Можно со страха умереть. Ничего не надо, уповай и на Господа. У Господа, если это назначено, никакие атомные бомбы не помогут. Мы должны согласиться. Пришло время прийти, и татары монголам пришли. Пришло время уйти, они ушли. Надо было прийти коммунистам. Появились. И вдруг без боя ушли. Притом никакой борьбы не было. Сегодня является величайшей загадкой для всего мира. Как такой колос, который в страхе держал весь мир. Представьте, еще не просто один, а варшавский договор. Перед ним все трепетало. И вдруг нигде ничего нету. Почему? Время пришло. Стрелка коснулась. Все, Господь говорит, наступает новый период времени. И с этим надо соглашаться. Не бунтовать. В четвертой книге царства, 17-19, говорится о царе Сирийском. Как он упрекал Езекию. А Езекия уповал на Господа Бога и Егору. А ему это известно было. И он говорит. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты надеешься на Египет? Не надейся. И нас тоже скажут, на что вы надеетесь? Сейчас здесь такие решения придут. Да от вас еще не останется патриархия с вами, что сделать? Ничего она не сделает. Нас спрашивают, какой ответ поступил от архиурея никакого. Всем священникам уже прямо указание, поминать патриарха, служить. Нам нигде ничего нет. И это не случайно. Я это все отношу к нашему великому упованию на Господа. Нет ничего. Батюшка постоянно звонит. Тебе нет ничего? Я говорю, нет ничего. Живем и дальше. Нам не надо запас иметь. Кто что там вверху за нас заступится, это хорошо. Но упование наше на Христа. Мы не знаем, что будет дальше. Мы определенно знаем только что. Надо светить Господа Бога в сердцах наших. В сердцах нашей жизни своей. Любить всем умом, всем помышлением. Светить. Да светится имя Твое. Не светится, а святость. Светить делами, смирением, послушанием, соглашением со всем, что Господь допускает. И каждый день, а потом каждую неделю, каждый месяц, каждый год давать отчет перед Богом. Мы вот думали так. Вот сейчас я вернулся, и Бог как все делает, каких людей нас в речи посылает. Я каждый раз дивлюсь. Это невозможно найти такого шопера, с которым я сейчас ездил. Не ругается, не курит, музыку не включает и разумные речи ведет. Господь это так делает. Его нет такого. Я бы ни коснулся, они все одинаково себя ведут. А как будто специально для нас человек там на работе работает. Пришло время, он везет нас, при том с желанием. Салмопевец Давид 2.12 говорит так. Блаженны все, уповающие на Него. Ты уповаешь на Господа. Уже одно блаженство у тебя есть. Блаженство означает счастье. Необоримое счастье. Вечно неприходящее. Я уповаю на Него. Немного разговаривать о своих болячках. Отвыкайте от этого. Притом святые заповедуют. Не жалуются на болезнь, если она переносимая. Иначе конца края никакого не будет. Белый свет уже среди дня затмится. Ну и что, что болеет? Да так и положено. Кто сказал, что не болеет? Да люди рожаются такими уродцами. У меня, говорит, дочка родилась, как будто две головы у нее. Такая опухоль. А мы живем нормально с одной головой. Да одной голове ума не дадим. Благодари Бога. Да у меня нога болит. Безногие есть. Благодари Бога. Но у меня глаз не смотрит. От рождения слепые Божьи света не видели. Или ты в каком преимуществе находишься? А меня что-то качает, я иду. Некоторые лежат, переворачивать нельзя. И вот только коснуться, какая такой сломается. Даже вообразить нельзя, сколько мы милости имеем от Господа Бога. Салон 21.10. Он вложил в меня упование у грудей матери моей. Вот, да ведь, как это мог узнать? Сразу он этого не знал. Ребенком бегал, прыгал, орешек гонял. И он после стал все рассматривать. Надо смотреть. Упование, ведь я на Бога надеялся. Я на него надеялся. Лев нападал, волк. И раб твой поражал его. Он все это стал вспоминать. Упование мое было только на Господа Бога. Ты на меня и идешь с силою? А такой-то. А я на тебя иду с именем Господа Бога Савалопа. И победа будет обязательно здесь. Я уповаю на него. Салмопеис 72.28. На Господу упование мое. А зачем? Ответ. Чтобы возвещать все дела твои. Вот тогда упование. Это дела его. Дела его в мировом масштабе. Дела в государстве. Ну а самое главное для меня. Что он сделал Господь? Где он меня провел? Я вспоминаю. Вот когда бывает вечером еще рано. Свет не включаешь. Уже затухает день. И просто встань перед Господом. И подумай. Что с тобою Господь сделал? Это так хорошо размышлять. Да все дела его посмотри. Как Господь так устроил? Вот тот дом я зашел у него. Почему в этот день я на берег сошел? Почему я этой бабушке решил помочь? Почему я спросил, где находятся здесь верующие? Вот все эти почему никогда не ответить? Это Бог так сделал. А потом каждый свой путь-то просмотри на несколько раз. И ты найдешь новые и новые места, где Господь уже раньше тебя трогал. А ты не замечал этого. Псалом 118.42 Уповаю на Слово Твое. Вот эти слова не каждый может сказать. Где Библия, это нет. Чего он уповает? Тогда Слово не знает. Слово Божие, Святое, Священное Писание. Я уповаю на него. Вот сейчас, допустим, ответ придет такой. Скажет. Решил, епискот местный, собрать всех священников и меня вызвать на суд. Ну, ясное дело, по книгам. Да с великой радостью пойду. Потому что я уповаю на Слово Его. А может такое быть? Знаете, веры у меня нет. Нет. У них маленько-маленько все-таки вера есть. Они понимают, что у них не по Слову Божию. А я-то буду... Я скажу, я уповаю на Слово Божие. А вы надеетесь на живых людей. Это неравное. Вы сразу будете побеждены. И уповаю ни на каноны, ни на предания, ни на традиции. Я уповаю на Слово Твое. Да повторяю, 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 я уповаю на Слово Его. И опять открывай Евангелие, считай. И находи для себя сладость. 118.43 Не отнимай совсем от уст моих Слово Истины. Я бы уповаю на Суды Твои. То есть оно у меня Слово есть. Я его проповедую и говорю. А теперь прошу Господи, закрепи, не отними. И причина одна. Потому что я уповаю на Тебя. Я доверяюсь Судам Твоим. 118.49 На которое ты повелел мне уповать на Слово. 7.4 стих Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Люди, которые видят, что я углубляюсь в Библию, уповаю, что Бог меня не похинет. И они возрадуются от этого. Но ты хочешь получить эту награду? Уповай и утверждай. И все скажут, я ему верю, потому что он говорит по Слову Божию. У Давида какая была уверенность? Он все забывал. И 81.14.147 стих. И 129.5 Все, говорит, уповаю на Слово Твое. И Пророк Исаия 38.18 говорит, я уповаю на истину. Значит, никогда не лгать. Эти слова не скажет человек лживый, который недоговаривает, обманывает. Даниил 9.18 Мы уповаем не на праведность нашу, но на имя Господа Бога. Да, мы грешники, но мы омыты кровью Его. Это большая разница. Одно дело, пыль только наслаждается, или человек лежит в грязине, он поднял нас, омыл. Матфея 12.21. На имя Его будут уповать народы. 1 Петра 1.3 Воскресшие из мертвых к упованию живому. Чтобы упование было живое, надо верить в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Вот с кем вы знакомы, которые люди не верят в Иисуса Христа. Вы спросите, вам нравится слово упование, твердое упование, непосыдное? А во что ты уповаешь? Ну, надеялись, будет коммунизм. Надеялись, что на все рухнуло, ничего нет. Какое разочарование? На кого надеешься? А я уповаю, я полностью возложил свою надежду. 1 Петра 1.13 Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать во Христе Иисусе. Ни грамма, нисколько не сомневайся. Колосиным 1.27 Христос упование славы. Мы уповаем, и за это еще и получим награду на Господа Бога. 1 Тимопея 4.10 Уповаем на Бога живого, который спаситель всех человеков, а наипаче верных, которые верны Господу, которые слабо его не нарушают. 1 Тимопея 6.17 Уповать не на богатство, но на Бога, дающего все обильно для наслаждения. Какое слово смущительно. Как же, да надо же в монастырь, надо в пещеру залезть. И он дает для наслаждения. Бог не против наслаждения. Наслаждение, свет радует солнечный, воздух чистый радует, вода радует, хлеб радует. Это все для наслаждения, и при том обильно дает. У нас намного больше, чем нам требуется. Посмотри, сколько одежек всяких, сколько обуви, сколько у нас питания всякого. Это кажется, ничего нет. Но вот потеря случилась, украли, и опять человек поднимается. Значит, еще где-то в запасах было. Титут 3.7 Главное наше упование на то, что Христос умер за нас и дарует нам вечную жизнь. Даже все забудешь, повторяя одно. Христос, слава Ему. Христос, благодарение Ему. Христос, упование Мое. Христос не покинет Меня. Христос любит Меня. Чаще повторяйте, не просто спасибо говорили, а спаси Христос. Чтобы имя Христова зазвучало. Хевреям 3.6 Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца. Значит, до конца не поколебаться, не просто уверовать, а до самого последнего вздоха надеяться во всем на Господа. Не так, что это не по-моему. И человек начинает волноваться. Мало что не по-моему. Мне вот сегодня звонит брат и говорит, как ты смотришь на то, чтобы крещение перенести на другое. Я говорю, да ты же хозяин. Да нет, я не хочу так, хочу посоветовать. А в чем дело? Приезжает батюшка, отец Иоанн, Суворов и Стулы. И приезжает 26-го, чтобы на 29-й на 3 недели перенести. Я говорю, да когда есть кто-то срочно. Ну, срочно покрестим, а которое не срочно он никогда не видел. Младенца бы хоть одного покрестить, он хотел посмотреть, тоже священник. Но уповать будем на Господа, Господь это устроит. То есть мы уповаем на Господа, и Бог так делает. Человек расположен, помогает, ищет. И, наконец, говорит, 4 билета куплены, мы выезжаем. Все, встречайте. С Евреем 10.23. Будем держать все исповедание нашего неизменно, ибо верен обещавший, ибо упование наше твердое на него. А на что держать все будущие жизни? 10.35. Не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Все не по-нашему будет. Будем голодные, выброшенные, на морозе. Купование наше Христос. За каждую секунду страдания обещана вечность. Как это хорошо, Серафим Тарусский понимал. Хотя бы комната вся была полной червями, и каждый прогрызал тебя день и ночь во всех направлениях. Любезно, мои, стоит потерпеть ради вечности. 2 Тимофея 2.17. Что будут люди, которые не будут в это верить, и слово их как рак будет распространяться. То есть мы должны уповать на Бога, что то, что против Христа идет, будет разрушено. И кто не верит, а скажется посрамлен. Итак, апостол Петр говорит, если с нас будут требовать отчета, отчета, прям по числам, отчета, знаете, когда бухгалтерский отчет, в нашем уповании. Я обязан дать ответ скротостью и благоговением. Ой, какой благоприятный момент, меня спросили. Да ты что, веруешь? Ты что, бороду отпустил? Какой момент? Да. И сразу хватайся. А ты что, так одетым? Ну, что бы только кто ни сказал, ты мгновенно сразу радуешься с благоговением. Возможность рассказать о моем любимом Иисусе, на которого я уповаю. Чтобы человек, тот, услышав об этом, пожелал на него уповать. Аминь.